Друзья, привет! Сегодня я расскажу немного о йоге. Итак, йога — это учение, которое ведёт гармонию между душой и телом. Йога приводит наше сознание в порядок, оздоравливает наше тело, восстанавливает наше дыхание, выводит токсины и приводит наше психологическое состояние в равновесие. Йогой лучше заниматься на голодный желудок рано утром, либо поздно вечером, тоже дав немного отдохнуть телу и желудку после ужина. Йогой лучше заниматься 4 раза в день и больше, то есть не реже, потому что здесь важна регулярность. Давай я начну сейчас с самых основных, простых позиций, самых позиций, которые подготавливают твоё тело к основным занятиям йоги. Итак, нам нужно сесть вот таким вот образом, сведя колени вместе и разведя стопы наружу. Вот так вот мы садимся между стол. Для тех, кому сложно это сделать, можно воспользоваться подушкой, к примеру. Подушку одной или две, большую вот такую вот. Тогда можно будет сидеть повыше и ножки будут хорошо скидываться, да? Вот. Ну, а я хорошо скидываю, да, и я принимаю такую позицию. Теперь у нас начинаем напрямлять спину от копчика. Ну, таким вот образом. То есть ягодички у нас расправлены, контролируем всё это, напрямляем спину, грудная клетка открыта. Дышим через нос, выдыхаем через рот. Кладём грудь перед собой. И здесь у нас бьёт вдох. Глубокий вдох, ровный вдох. Полгибая спину, здесь у нас выдох. Руками тянемся вперёд. Тянемся вверх, вдох. Назад, цель, выдох. Грудь продевается. И вдох. Руками тянемся вперёд. В этом упражнении для начала можно посвятить минуту-две. Мы меняем позицию, сведя стопы вместе, соединяем большие пальцы, разводим колени. Также ягодички отводим назад и начинаем расти от этого места, от попчика. Спина у нас поднимается вверх, выпрямляется вверх. Это поза ребенка, поза младенца. Это поза предназначена как для отдыха, также для стрейчинга, для восстановления дыхания. То есть, когда мы расслабляемся, мы в то же время работаем. Мы все время стараемся прогнуть спину, мы стараемся тянуться все дальше и контролируем дыхание. На выдохе мы тянемся все время больше. Берем вдох и опять на выдохе тянемся еще больше. Подсознательно, если где-то какие-то там болевые ощущения есть, то нужно подсознательно сконцентрироваться на этом месте и представить, что ты чувствуешь тепло в этом месте. Прямо именно уделить внимание тем проблемным местам, где ощущается дискомфорт. Поехали. Мы тянемся вверх, вдох. Не выдохе, опускаемся вниз. Тяните вперед. Грудь прогибается у нас в полу, между лопаток. В спине прогибаемся. На выдохе всегда стараемся прогниться еще больше. На дыхании концентрируемся на своей дыхании. Дыхание как все-очень, как будто вы пьете по волнам. Чувствуем, как раздуваются при вдохе, придают ветка и поясница. На выдохе все мышцы отсидираются. Хорошо. Из этого положения мы переходим к ходу собаки. Руки управятся в пол, пальцы расставлены. И поднимаемся вверх, приливая спину, притянем себя как будто бы бедрами вверх. Таз тянется вверх, не стесняемся своих ягодиц. То есть все раскрываем. Ножки слегка согнуты, совершенно слегка согнуты в коленях. Руки прогибаются. Как мы проходим между рук, проливаемся еще больше на выдохе. Шея у нас свободна, можно так слегка покачивать, проверяя напряглась ли шея. Пяточкой мы как будто бы тянемся в противоположную сторону вниз. Растягиваем себя со всех сторон, дышим. Собираемся. Ручками подходим к стопам. Примяем ноги и обнимаемся глаза локтями. Шея расслаблена, спина расслаблена, тянемся вниз. Хорошо тянутся мышцы бедр сзади. Это можно чувствовать, как колени нехорошо растягиваются сухожилия. Если чувствуется дискомфорт, концентрируемся на этом месте и ощущаем тепло в этом месте. Растягиваем это место. Теперь медленно-медленно поднимаемся наверх, позвонок за позвонком. Растягиваемся очень медленно. Сразу ощущается такая свежесть, приемное тепло в голове. Поза собаки облаживает тело, оздоравливает его и улучшает работу головы и мозга. Потому что кровь очень хорошо приливает у нас к лицу, к голове. То есть все у нас отработает, все тело работает. Показываю следующую позицию. Эта позиция называется позабойна. Ноги у нас ставятся шире плеч, намного шире плеч. Стопы параллельны друг к другу. Теперь у нас правая стопа разворачивается по направлению с правой рукой. Вот так вот. Левая рука поднимается сзади. Плечи сильные, держимся за плечами. Грудная ветка раскрывается, дышим грузом. Вот такая вот позиция. Смотрим вперед, перед собой. Подбородочек немного вверх. То есть представляем, что мы больны. И садимся, сгибая ногу в колени до 90 градусов примерно. Дышим ровно и спокойно. Ноги сильные. Ледони тоже сильные, пальцы тянутся. Взгляд устремленный в одну точку. Теперь меняем позицию. Разворачиваем ногу опять параллельно левой стопе. Теперь левая стопа у нас разворачивается по направлению с левой рукой. И так же сгибаем ногу до угла 90 градусов. Ноги сильные, держат нас и крепкие. Тело свободно расправлено, плечи сильные. Грудная клетка раскрыта, дышим ровно и глубоко через нос. Вдыхаем, выдыхаем через рот. Хорошо. Следующая поза называется треугольник. Та же самая позиция, но и шире плеч. Стопа правая отводится по направлению с правой рукой. Теперь, как бы немного в сторону продвигаем себя вот таким вот образом. Тянемся за правой рукой и опускаемся вниз в правой ноге. Я могу удержаться за щитолотку, но для начинающих можно опираться вот в этом месте, в колене. На колено можно опереться или до бедра даже. То есть можно начинать с малого, потихонечку себя растягивать. Вот таким вот образом таз у нас контролируется. Он у нас не заходит вот так вот назад. И нужно держать позу треугольника. Нужно чувствовать, таз слегка подтянут. То есть как одна линия тела. Теугольник. Голова развернута по направлению в левой руке. Смотрим на пальцы. Если сложно держать в таком положении голову, можно периодически ее опускать. Водная клетка раскрыта. Дышим. Разворачиваемся медленно в исходную позицию. Разворачиваем стопу в исходное положение параллельно в левой руке, левой ноге простите. И левая стопа теперь развернута у нас по направлению с левой рукой. Делаем все то же самое. Тянем все как бы за левой рукой. Теперь тянем все вниз. Изображаем треугольник. Рука, которая поднята вверх, будто бы берет энергию, космическую энергию. То есть мы пропускаем ее через свое тело. Грудная клетка раскрыта. Дышим глубоко, ход спокойно. Хорошо. Возвращаемся в исходную позицию. Последняя позиция. Позиция для обретения равновесия и баланса. Мы опираемся на левую ногу. Правая нога у нас поднимается. И стопой упираемся вовнутрь бедра вот таким вот образом. Если сложно получается сейчас устоять, можно придерживаться за какую-то стену. То есть можно немного использовать опору. Теперь, то есть если мы держимся за стену, мы ставим одну руку вот так вот на голову. Если мы не держимся за стену, мы ставим две руки за голову. При этом у нас раскрыта грудная клетка. Желудик подтянут. Спина прямая. Ягодица втянута. Есть такой секрет. Чтобы удержать равновесие, нам нужно найти какую-то одну точку. То есть зацепиться за эту точку взглядом. Нужно стоять, сосредоточившись на этой точке. Можно также поставить, к примеру, свечу, зажечь ее и смотреть на огонь. Тоже очень хорошая медитация. Потому что огонь, он несет энергию. Когда ты стоишь и смотришь на огонь, двойная польза. Если изначально все не получается, мне кажется, что никуда не получится, нужно просто заниматься каждый день, и результат будет заметен. Тело обретает баланс. Силам и душа обретает баланс. Здоровый теле, здоровый дух. Дышим ровно и спокойно, контролируем себя. Мы сосредотачиваемся только на себе. Когда мы занимаемся собой, когда мы делаем йогу для своего тела, думаем только о себе. О хорошем. О всем хорошем, что есть у нас. Плохое мы не впускаем в себя. Хорошо. Теперь мы меняем ногу. Опорная правая, левая у нас убирается с топой. Во внутреннее бедро, правильное левое. Все то же самое. По времени здесь ничего не ограничено. То есть столько, сколько нравится. Мне это упражнение доставляет огромное удовольствие. И действительно, после него чувствую себя просто на высоте моего гармоничного состояния. И порой не хочется стоять так часами. Может быть, когда-то я это и смогу сделать. Все хорошо позанимались сегодня. Будьте гармоничны и смотри мне в следующей серии. Если ты такая же целеустремленная, как и я, ты приветствуешь спортивный и динамичный образ жизни, тогда подписывайся лучше на этот канал. И твоя мечта стать идеальной превратится в реальность. Субтитры подогнал «Симон»!